Привет! Так что такое сэмплирование? Вот это сэмплирование. И вот это сэмплирование. И вот это тоже сэмплирование. И если все очень сильно упростить, то виды сэмплирования это цитирование, попахивающее фан-сервисом. Так часто делает тейп, и это может быть долгим и дорогим процессом. Он стоил как однушка в Москве. А второй вариант это сэмпл как функция. В этом случае его бэкграунд не особо важен, потому что это просто еще один инструмент. И бывает доходит до такого, что группа центров в 2008 году сэмплирует трек и не очищает права. Как подложки. Как права для этих сэмпл. Да, конечно, я писал сразу правообладателю, говорю, можно ли взять. Вот они мне все не отписывали права сразу. Да, это так просто? Нет, конечно. Таких прям известных, я конечно старался. А в 2023 году Хомбра, которого вы могли видеть в прошлом видосе. Ставь лайк, если ждешь продолжение рубрики через неделю. Делает бит с тем же неочищенным сэмплом. Плейсит его американцу. Трек выходит на площадке и всех все устраивает. Так что сэмплирование это не всегда сложно и дорого, а умение сэмплировать точно не будет лишним. А это значит, что пора поставить лайк под видосом, если я тебя заинтересовал. И мы переходим к бесконечной мировой дискографии, которая так и ждет, что мы ее почопаем. Где брать сэмплы я расскажу чуть-чуть попозже, пока займемся вот этой композицией. Только сначала поставим стретч и поднимаем ее на 100 центов, чтобы не забанили. И сэмплировать можно разными способами. Во крути слайсере, в стандартном слайсексе, или в серата сэмпл, который нестандартный, но с более широкими возможностями. Но я хочу просто нарезать все в плейлисте, так тоже можно, и мне так больше всего нравится. И чтобы подстроить бит под темп, всегда удобнее выбрать какой-то маленький фрагментик и поработать с ним. Вот так. То есть я выделил один такт и чуть-чуть его сжимал, растягивал и вроде подстроил. Я вот эти барабаны, наверное, уберу. Идеально. Если с метрономом звучит нормально, но ты все еще немного сомневаешься, можно подкинуть драм-луп и послушать с ним. Первый вариант готов, но лучше из трека вытащить два варианта звучания, чтобы был, например, один на припев, другой на куплет. Можно еще, конечно, засэмплировать еще один трек в этот бит и типа из них собрать второй вариант, но это для следующего раза. И поскольку я заранее послушал этот трек, я уже знаю, какой фрагмент я хочу вытащить. Можно замейкюничать сразу этот кусок, чтобы манипуляции, которые мы проводили с ним, не влияли на первый фрагмент. Включим метроном. Вот тут уже слышно, что мимо все, мимо. А если бит? Вот этот кусок прям конкретно теряет ритм. В таком случае что мы можем сделать? Попытаться ли сначала найти переход из конца сэмпла в его начало? Да вроде неплохо и так. Здесь вроде вот в этой части все хорошо. Можем попытаться найти вот этот кусок где-нибудь вот здесь, например. Вот это удаляем и вот это ставим вот сюда. И нужно найти просто теперь красивый переход. И в итоге... А с чего вообще началось сэмплирование? Если очень кратко, то с того, что диджеи искали песни на виниловых пластинках, где были фрагменты с чистой драмкой без музыки поверх нее, чтобы из этих кусков делать петли для своих сетов. Так появились драм-брейки. А повторять историю про грозу в Нью-Йорке 70-х я не буду, это уже рассказали Лонгплей, Скилз и много кто еще. Так вот брейки. На сайте WhoSamplit топ по сэмплированию занимает вот этот вот так называемый Аминбрейк, который ты точно слышал в паре сотен песен, потому что его сэмплили больше шести тысяч раз. Остальные треки из топа сэмплирования тоже в основном резали на брейки. Например, вот этот. Однако может показаться, что из-за контента иди, стримингов и авторских прав сэмплирование это что-то из прошлого. Но это не совсем так. Достаточно просто посмотреть, сколько раз тот же самый Аминбрейк резали за последние 10 лет. И ведь не все случаи сэмплинга попали в этот список. А эти треки пропускали на площадке, и никто никаких контрактов за Винстонс не спрашивал. Конечно, бывают разные ситуации. Например, как у Джуса, Ника, Мира и Стинга. Сначала Стинг не был против использования своего сэмпла, но потом он увидел, сколько заработала эта песня. И теперь забирает что-то типа 90% с прослушивания себе. Похожий трюк он провернул с Пидидди. Но если не резать что-то настолько узнаваемое, чопать, переаранжировывать и дописывать что-то сверху, то риск получить приглашение в суд стремится к нулю. Но в обмен на это ты получаешь всю мировую дискографию, которая только и ждет того, чтобы ты скачал, нарезал и дал новую жизнь песне, которая просто так пылится на просторах Ютуба или ВК. И чтобы добавить аутентичность вот этому сэмпловому звучанию, можно найти еще и Драмбрейк. Просто на Ютубе в поиске можно вбить Драмбрейк. Переходим в первый же джем, созданный самим Ютубом. И немного пощелков, я пришел вот к этому, скорее всего, 10 тысяч миллионов раз по юзанному Драмбрейку. Теперь его нужно скачать и закинуть в FL-ку. Можно, конечно, настроить виртуальный аудиокабель и прямо из Ютуба записывать FL-ку, но каждый раз, когда я пытался этот аудиокабель настроить, заканчивалось все примерно вот так. И нам нужно вот, начиная отсюда, и все, наверное. Выделяем нужную нам область, и вот так вот просто перекидываем ее во фрути слайса. И поскольку у меня новая версия FL-ки, я могу сделать вот так вот, вот так вот. Слайсер, в принципе, уже неплохо все нарезал. Нам только нужно подкорректировать его. Например, вот это, это один сэмпл. И нам не нужно его разделять, так что выбираем второй, вот сюда правой кнопкой мышки и Remove Slice. И теперь из этого всего нам нужно собрать грунт. Что такое? Да-да-да. Вот эти штуки, конечно, очень прикольно звучат. Теперь нам нужно начинать с кика не с крэшем, а с обычного кика. И не стоит два кика подряд использовать одинаковых, потому что, ну, типа, слишком механически будет звучать. Вот так. И ту-ту-тун. Все вместе делаем погромче. Еще на 100 центов пониже я сделаю, и на 10% подлиннее. А вместе? И если мы не закидываем готовый драмбрейк, а именно собираем новый ритм из него, то очень важно использовать разные кусочки, вот как я вот здесь. Для примера я собрал ритм, который играет что-то похожее, но при этом все собрано на одних и тех же кусках. И насколько вот это звучит интереснее. Если у брейка получается очень много хвоста, то можно поджать его немножко любым трензиент шейпером, просто откручиваем его в сустейн. Так он супер сухой. Может чуть-чуть добавить атаку. Но супер сухо это не круто, так что сделаем как-нибудь вот так. И как обычно напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмэйкингу в FL Studio, который отлично подойдет даже новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. А у сэмпла немного кривое стерео, которое мы можем поправить с 1 имиджер стерео от Waves. Тут есть прикольная штука. Так мы слышим только то, что в правом канале. Так мы слышим только то, что в левом канале. И мы можем вот так вот выстроить между ними немного баланса. Баланс я сместил немного вправо, чуть-чуть весь сэмпл, потом повернул налево и немножко собрал в центр. Еще из него точно нужно вырезать много низа. И вот эти клики, их прям много. В этом случае мы можем обработать его RXD клик. Он создает дичайшую задержку. Так что то, что он делает, нужно ресэмплить именно. Ctrl Alt C, Enable Insert Effect. Ну и можно накинуть уже тряп-ударки. Что-то простое, почти полностью совпадающее с ритмом кика из брейка. Вот так, я думаю. Только сэмпл, мне кажется, стоит сделать пониже. Да. И второй снар тоже. И хэты пониже, наверное. И еще один хэтик, на котором будет просто быстрая партия. Я поднял сэмпл еще на 100 центов, и нужно теперь узнать бас. F-sharp, D, G-sharp, C-sharp. Отлично. Первый фрагмент готов, переходим ко второму. И мне кажется, что голос слишком пронзительный, и нужно на этот фрагмент включить дистрактор. И тут другие ноты баса. И сам сэмпл тоже можно заюзать другой. Вот так. Вот так. Сюда тоже маленькие слайд-нотки. И на, ктово, вниз. Да. И мне кажется, этот сэмпл еще можно и расширить. Типа, чтобы был контраст с основной частью. И обязательно нужно настроить envelope обоим басам. Немножко зоны major на второй бас. То, что нужно. Если хочется еще что-нибудь добавить, то вот тут в конце трека есть момент. Мы можем просто взять буквально его, отрезать лишнее. И сделать маленький стартер в начале куска с голосом. Только его нужно замейкьюничить. К примеру, отправить туда дилей. И, к примеру, опустить на октаву. Если и этого мало, то можно взять вот этот кусочек. Продлить действие фильтра. И дописать что-то сверху. Например, импл гитар. Здесь у нас F-sharp. Да, вот так оставим. Alt-S. Теперь Corey Wong. Почему V и нет? С дилеем. Раз уж просто такое дело, добавим фортепиано. Развернутое. Последний аккорд у нас C-sharp. Наверное, минор. Похоже, мажор. Ну, пофигу. Тогда оставляем только C и G. То есть, квинту и тонику. Ага. Да. Вот такие три фрагмента получились для первого бета. Переходим ко второму. Ну так, а где же искать сэмпл? Первый, довольно простой, но затратный по времени способ. Это сайт Sampled.io. Он дает тебе постоянно рандомную песню с ютуба. Сэмпл прям мечты найти тут сложновато. Но зато все, что от тебя требуется, это кликать. Слушать. Только это уже, по-моему, сэмпл. Да пофигу, можно и отсюда срезать. Пусть это уже засамплированная песня. Второй способ, это искать по плейлистам на ютубе. Типа Soul Sample. И вот они их, целая гора тут плейлистов. Можно сэмплировать. Из этого получился бы Дикий Детройт. Ну и третий способ, это смотреть, кого из исполнителей сэмплял твой любимый артист. И среди других песен этого исполнителя, искать себе сэмплы. Смотреть это можно на том же самом хусэмплите или просто гуглить. Ну или можно сэмплировать то, что уже кто-то сэмплировал до тебя. Мы же живем в мире постмодерна, это сейчас норма. Например, вот этот сэмпл сэмплировал другой исполнитель. Я не скажу какой, но если у тебя есть предположение, напиши его в комментариях. А в свой Телеграм-канал, через несколько дней после выхода этого видео, я закину небольшой пак сэмплов, которые ты сможешь поюзать в своих битах. Так что переходи по QR-коду на экране, либо по ссылке в описании и подписывайся на мой Телеграм. Получается, что сэмплировать вот так, скорее всего, плохая идея. Ну если ты хочешь, чтобы трек пропустили на площадку. Но что если сэмплировать вот так? Ты сходу сможешь угадать, откуда это? А я ведь всего лишь запичал на 300 центов вниз и развернул. Если есть предположения, то ставь на паузу и пиши в комментариях. Ну а я пока набросаю биток на этот сэмпл, а потом расскажу, откуда это все-таки было. Но ведь знакомая мелодия, да? Как-никак 120 миллионов просмотров на клипе. Узнаем нотки баса. И жесточайше срезаем вниз, чтобы этот бас был куда впихнуть. К этому накидываем кик. Простой клэп. Только к ним я подложу сэмплировать на маленькой громкости. Хай-хэты какие-то такие. Торбо дефолт. Тут пробежка и тут пробежка. Все. На этом хай-хэте будет еще второй. Пробежки тут будут низкие. Да. Вот так. Вот так. Open head на первый удар. Еще будет второй вот такой вот open head. Да. А что я хочу сюда дописать? Наверное, аккорд на фортепиано. Потому что это вообще беспроигрышный вариант. Мы знаем, что тут А. И не знаем, минор ли, мажор ли. Попробуем минор. Нет. Скорее мажор. Так что игнорируем вот эту. С. И просто пишем на квинтах. Можем добавить немножко септ аккордовой задумчивости. Вот так. С на октаву выше. И на фортепиано сто пудов нужен реверп и дилей. Аж дилей на 1,4. Да, вот так. Задрал срез снизу и 22%. И я хочу сюда еще что-нибудь добавить. А когда я не знаю, что я хочу добавить, я просто иду в библиотеку сплайса и ищу там какой-нибудь голосовой сэмпл. Вот это. И так же, как фортепиано, размазываем это дилеем и ревербом. И чтобы уж совсем никто не узнал сэмпл, на него можно кинуть портал с каким-нибудь пресетом. Да. А знаете что? Давайте теперь сделаем EQ-ник этого вокала. И там, где сэмпл будет играть с порталом, вокал Stretch Pro на минус много центов будет. А если еще халфтайм на пианино в этот момент кинуть? Ну, слишком глухо, но оставляем. Мне нравится. Вот этот фрагмент будет таким. А фрагмент без портала будет, соответственно, без халфтайма и без понижения голоса. Еще, мне кажется, тут неплохо зазвучит вот этот колокол церковный. Еще я хочу сделать заход через него же. То есть я сейчас его продублирую и разверну. Так, реверсим. И чтобы он был зафиксированной продолжительностью, правая кнопка мышки, попробуем один бар. Не то, слишком короткий получается, два бара. Ну, похоже на правду. Теперь жмем resample, чтобы зафиксировать его высоту тона. Ну, давайте сделаем вступление. Почему бы и не сделать его, если мы можем сделать вступление? В нем я добавлю вот этот серумный бас. И я еще хочу low-pass ему нарисовать, выход из low-pass. И вот так. Ну, на самом деле, я не знаю, зачем все это городил. Я просто хотел показать, что можно сэмплировать, типа, супер популярную песню. Она не будет узнаваемой. Давайте разберемся, что это был за сэмпл все-таки. Есть вот такая никому неизвестная песня. Она поднята на 100 центов, чтобы меня сразу не забанили. И во вступлении есть моментик. Вот этот. Вот он начинается. Обрезаем. И вот он заканчивается. Теперь это подгоняем. Put Temp. Consolidate. Разворачиваем. По-моему, меняем местами. А теперь осталось только запичить на минус 300. И обработать тем же самым. Кстати, Portal размазывает до неузнаваемости, но теряется фактура сэмпла. То есть, если она важна, то лучше его не использовать. Если ты сразу угадал, откуда этот сэмпл, то ты человек-супер-шазам. И я надеюсь, что такие, как ты, не будут работать на лейблах. Вот такие получились биты. Если было интересно, ставь видосу лайк. И снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу FL Studio от А до Я. Узнать подробнее у меня. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. И обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Ведь видос ты тебя чем-то зацепил. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока, увидимся в следующем видео.